ВОСТОК Когда в первой половине 70-х годов началось строительство микрорайона Восток, руководителем проекта был назначен архитектор Георгий Васильевич Сысоев. Человек с интересной биографией. Его предки были представителями известного голландского рода, приехали в Россию по приглашению Петра I. За усердную службу им было пожаловано имение в Вологодской губернии. Именно там и родился Георгий Сысоев. Его род внес свой вклад в историю края. Дед архитектора был изобретателем знаменитого Вологодского масла. Во время Великой Отечественной войны Сысоев участвовал в операции «Багратион» и освобождал наш Минск. Он видел город в руинах, изувеченное здание Иосифа Лангбарда. И дал себе слово, что если доживет до конца войны, будет обязательно учиться у великого архитектора и приедет в Минск восстанавливать город. Так и случилось. В начале 50-х годов приехал в Минск. Главный архитектор города Владимир Король поручил ему на пробу проект деревянного кинотеатра в парке Челюсканцев, кинотеатр «Радуга». Сысоев блестяще справился с проектом, этот кинотеатр простоял около 40 лет. Затем, через несколько десятилетий, Сысоев стал одним из руководителей проекта по строительству Ленинского тогда еще проспекта от площади Кубоколоса и далее. Это сегодня Минск на северо-востоке начинается с зеленого уручья, а в 70-е город встречал приезжих микрорайонам Восток. И Георгий Сысоев хотел, чтобы въезд в столицу выглядел достойно. Так на домах по правой нечетной стороне проспекта Ленина в сторону Минска выросли четыре высотки с оригинальными мозаиками художника Александра Кищенко и необычными конструкциями на крышах. Архитектор задумал обустроить там сады, своеобразные оранжереи под открытым небом. Понятно, что засыпать это землей и посадить сюда растения было нельзя. Во-первых, крыша рассчитана была только на снеговую нагрузку технически. Во-вторых, корни растений проросли бы в нее и разрушили. Поэтому было сделано иначе. Было решено в том доме, в котором мы находимся, дом 155, корпус 1 по нынешней нумерации, поставить растения в специальных катках. Растения ставились на опоры, которые проходили через крышу вниз и опирались уже на несущие конструкции где-то там внизу. Те конструкции могли выдержать любую тяжесть. В течение нескольких лет исследовали особенности микроклимата и эксплуатации висячего сада. В итоге было установлено, что обстановка на озелененной крыше незначительно отличается от обстановки на уровне земли. Скорость ветра оказалась в среднем на 10% выше, благодаря ветровой тени от парапетов истинной технической надстройке. Температура воздуха в среднем на полградуса ниже, чем на земле. Такие результаты вдохновляли использовать оранжереи как оригинальные площадки для отдыха. Сотрудники ботанического сада протестировали и растения. Карликовая береза, ель колючая, облепиха крушинная, кизильник блестящий оказались наиболее подходящими для такой оранжереи среди пород деревьев и кустарников. Своей красотой они могли радовать минчан даже в холода. Так в 1978 году у жильцов дома появился эксклюзивный сад на крыше. Оказалось, что далеко не все жильцы дома в восторге от идеи иметь на крыше сад. Пожилые опасались подниматься из-за боязни то ли высоты, то ли ветра. Причем, как показали наблюдения, после одного-двух визитов сюда страхи во многом пропадали. Ветер оказывался не таким страшным и высота оказывалась не такой уже, конечно, жуткой. Конечно, рядом был лесопарк, который тоже служил своего рода зеленой зоной, хотя, правда, и не слишком благоустроенный. Но то, чего больше всего боялись жильцы, это не ветер и не высота. Боялись они того, что здесь будут собираться компании. Из своей молодежи, еще хуже, не из своей. 1978-1980 год. Какие домофоны? Об этом даже в мечтах не было. Ну, на самом-то деле, действительно, приходили сюда всякие, выражаясь, юридически асоциальные элементы. Было и то, что кто-то из местных жильцов одно-другое растение брал себе на дачу. А однажды, в какой-то вечер, какие-то вандалы, так и неизвестно, кто это был, просто разгромили этот сад. Против воли жильцов не пойдешь. Сад восстанавливать не стали. Крыша опустела, а мечта Георгия Сысоева так и осталась несбыточной. Что очень грустно, ведь идея жизненная. Такого же типа дом был построен в Ташкенте. Более того, Сысоев и его соавторы не запатентовали свою идею. Ее подхватили за границей и возвели там несколько домов по образцу наших. Архитектор Лье Корбюзье построил дом с оранжереей на крыше в Марселе. А наши минские попали в свое время в пособие по озеленению. И все же, есть ли будущее у висячих садов на крышах Минска? Вопрос с деньгами может быть и можно решить. Несколько лет назад я читал интервью Ивана Журавлева, соавтора Сысоева по проекту. И он говорил, что к нему приходил какой-то бизнесмен и предлагал идею восстановления садов. Идея прекрасная, но надо, чтобы они были не просто восстановлены, а продержались. Вот тут уже, к сожалению, не все просто. Может быть, если в доме действительно такой подъезд, где все друг друга знают, где все друг друга уважают и уважают прежде всего себя, может быть, в этом случае сады на крышах Минска еще появятся. А то ведь правда, как говорили архитекторы и авторы этого проекта, что же это такое? Огромная территория площадью почти весь Минск покрыта каким-то шифером. Наверное, можно сделать лучше. Будем надеяться, что и сделают. Возможно, в будущем мы научимся по максимуму использовать крыши высотных домов. Ведь они идеально подходят для оранжерей, кафе и смотровых площадок, с которых так приятно любоваться панорамой города.